привет друзья сегодня у нас на обзоре палочка от японской фирмы ryobi модель vx pink такая модель выходит в двух размерах 239 и 270 у меня модель как раз 239 и так что мы видим чехольчик чехольчик как чехольчик ничего замысловатого просто тряпочка как обычно два отдела и липучка что представляет собой сама палочка катушка-держатель родной фирменный ryobi пластик задняя гайка пробковые вставочки разнесенка вот все ручка длинная взять она примерно вот такой до локтя самый удобный размерчик все очень просто незамысловато пальцы сиговские палка в размере 822 немножко какой-то нестандартный у нее тест и заявленный тест у него как быстрый чисто фастовский но это мы еще посмотрим довольно таки все скромно надпись здесь что вот написано модель размер 239 и тест 822 грамма все очень скромненько дешево незамысловато и вот тут самое интересное карбон здесь японский тары 40 тонны сразу как берешь эту палку в руки и чувствуешь его что какой-то здесь подвох она вот даже вот по ощущениям когда по ней руками проводишь ощущается у нее такая вот какая-то сухости жесткость под рукояткой гладкий шлифованный видно что здесь сделано усиление вот до первой обмотки намотан с какой-то плетеночкой чувствуется дополнительная жесткость и даже вот так вот взять для этого теста очень ощущение что она как бы жестковато немного но палка звонкая если взять вот так слышно она как стеклянная поэтому здесь как бы нет сомнения что здесь действительно ставится ракатонный карбон так второе колено на ну здесь как бы вот до этой вклейки до усиления она гладкая шлифованная дальше такой он шершавенький не шлифованный но нельзя сказать что это минус дело в том что иногда бывает что дорогая палка шлифованная и у нее за счет вот этой шлифовки иногда или не аккуратно шлифует или еще что то получается разностенность особенно это заметно вот на втором колени и может получиться так что при небольшом ударе она может дать какую-то микротрещину впоследствии сломаться здесь же чувствуется вот эта намотка последняя намотка как наматывают все спиннинги сначала там прямые участки потом по 90 градусов и последняя вот тонкая намотка узеньким карбоном проходит по всему телу и вот здесь она как бы ощущается что она присутствует вот так и так второе колено второе колено точно также идет шершавенький карбончик до вот этого места и дальше идет вклейка это соли вершинка вклеена но дело в том что наверное вы знаете что в клейке обычно делают из стекла здесь же это вклейка карбоновая и она не сопливая она довольно таки жесткая самый кончик окрашен белым но клейка идет вот до сюда сама вклеечка гладенькая блестящая все окрашено как бы все красиво по жесткости смотрите сами беру либо она как бы если бы взял спиннинг целиком то при вот таком прогибе можно было сказать что это экстра фаз но опять же судя если в клейка вот здесь у нас взять то прогибается она в общем то вместе с основным бланком в общем как то интересно но есть некоторые сомнения сейчас мы с вами попробуем покидать легкими весами посмотрим что она чувствует и мне в общем то самое главное чтобы вот на 14 16 граммах она не проваливалась и чувствовала примерно от середины теста ну а 10 грамм если будет чувствовать и не проваливаться до 16 грамм я буду просто счастлив катушку поставим на бугарси и в трехтысячном размере катушка держатель довольно таки удобно баланс сами видите без первого колена довольно таки удобно и ладно давайте соберем палочку и попробуем покидать итак попробуем 10 грамм плюс приманка такая вот грузовая чебурашка 10 грамм и 3 дюймовая оворунка ой-ой-ой-ой-ой-ой ну запрос конечно конечно конечно, очень большой, по чувствительности пока ничего не могу сказать, течение и приманка не долетает до дна, я не чувствую. Маленько ближе бросил, да, вот накоснулась, какой-то кончик тут, ладно, непонятность на 10 грамм, потому как течение, глубина большая и просто приманка не доходит одна. Так, ладно, давайте поставим 12 грамм. Так, 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 без напряга летит, будь здоров. Не проваливается. 12 грамм уже достает. По кончику вижу, но в руку, в руку я не понимаю. Да. На полном вылете можно видеть только по кончику. Ближе подтаскиваешь, когда вот уже метров 35 остается, чувствую, удар уже есть. Задержка большая, все равно для такого течения глубины и 12 грамм это маловато, давайте поставим 14 грамм. Именно вот тот вес, который меня интересует. Интересует в каком плане? Это будет как бы оптимальный вариант, которым я буду ловить. Так, итак, 14 грамм. Не, ну с полетом здесь уже все прекрасно. Все, да, теперь уже другое дело. Доходит до дна, четкий удар. Все прекрасно слышно и по кончику, и по рукам все слышно. Все, отлично. Ближе подтаскиваю и прям уже как по нервам. Все понятно. Так, и я еще хочу попробовать потяжелее вес. В каком плане? Будет ли спиннинг на этом весе проваливаться? Двадцатка. Двадцатка. Ну, прекрасно, давайте попробуем двадцатку. Практически это на максимуме теста. Двадцатка. Так, посмотрим. Нет, нормально. Улетает нормально. Спиннинг не проваливается. Ну, конечно, уже он не стучит, а грохочет. Двадцатка здесь уже по дну просто бомбит. Просто бомбит. Ну, и так, какие выводы можно сделать? Тест восемь, восемь двадцать два. Для нее это, в общем-то, честный нормальный тест. Так оно, в общем-то, и есть. Вот больше двадцати грамм я бы не стал уже ставить. Ну, как сказать, груз двадцати плюс приманка грамм пять. Получается небольшой перегруз. Но чувствуется, что спиннинг здесь уже на пределе. Итак, хорошая джиговая палочка. Для твичинга я бы ее не посоветовал. Это однозначно, потому что кончик все-таки мягковат для таких дел. А легкий джиг блесна. Все, без проблем, конечно. Вот, смотрите. Кстати, палка очень дешевая. Она, ну, везде стоит по-разному. Я ее взял примерно за три с половиной тысячи. Вот такая палка стоит. За счет дешевой фурнитуры вот такой. У него довольно-таки бюджетная цена. Но мы получаем звонкий сорокатонный карбон. Ну, как-то так. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok